Приветствую! Продолжаем прохождение. Очень неплохо так. Очистили тут местность. Можно теперь спокойненько ходить. Что это за звуки опять? О, кажется, прошло. Или нет? Мне эти шипения напомнили. Где-то было уже в каком-то из моих прохождений. А-а-а! В готике 2 Ночи Ворона. Когда я... На ферме Лобарта. Одержимого вино. Пытался спасти у округа камней из-за лап ищущих. Вот такое же шипение, помню, раздавалось. Страшное, ужасное. Что бы это могло быть? Я был у предводителя наемников в Монте. Ну вот. Он все еще в ожидании. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет. А-а-а! Хорошо, хорошо! Ладно, ладно. Ну вот. Собрали с него дань. В принципе, квестов-то осталось уже очень мало. Так что долго телепортация происходит. О, наконец-то. Я уж подумал, зависло. Так, наемники, субботы, коровы, караульные. А еще покажем список Кэштана Марику. Однако нельзя рассказать Марику о Бэштане. Судя по всему, это невозможно сделать без наводки раба, которого мы отправили на работы. Точно так же, как без наводки второго раба, невозможно рассказать о том, что Ленар, или как он там, вот с первой фермы, поджег зерновую ферму. Не создавай здесь лишних неприятностей. Да, похоже на то. А что ж. В принципе, не важно. Конечно, это репутация города, но у нас уже такая, что мы можем позволить себе легко пройти вглубь города. Чего тебе, Мара? Я видел повстанцев там, за городом. Что? Где? В нескольких метрах по дороге на юг. Тревога! Ну с этим... Ох, чёрт! Зря я... Сделал это. Нужно было... Да, конечно. Нужно было выманивать... Неправильно я выманил, сказать, что сбежал раб. По одному они бы выходили сюда и... По одному бы их прикончили. А так сейчас вся эта толпа идёт сюда. Неприятно, конечно, но... В принципе, если честно, нас это не особенно касается, потому что я не собираюсь очень уж сильно общаться с повстанцами. Орги даже как враги у меня не отображаются. Зелёные, друзья. Но это, судя по всему, из-за огромной репутации города. Чёрт, тогда прикончу повстанцев, что теперь делать? Всё равно здесь не вытянуть этот бой. Чёрт, отдали весь опыт. Ай, ладно. Почему все крутятся? Ну, однако... Ничего себе не ранен это. Теоретически можно было и... Не видишь? Я занят. Для орка у тебя довольно страшная физиономия. Что? Может, мне твою физиономию начистить? Я убью тебя. Да, смешно. Остановись здесь. Повстанцы мертвы, но тем не менее... Всё ещё можно... Проходить квест... Связанный... С уничтожением этих... Стражников. Сейчас ты умеешь. Впрочем... Пожалуй, я... Переиграю... Всё же... Уничтожу этих... Стражников. Итак, я страйбил... Мне это нравится. Правда, не совсем по очереди. Двоих сразу практически отправил. Тут они бились один на один. Орк оказался сильнее, чем средний ополченец. А вот этот вот тяжёлый завалил орка. Плюс добил выжившего. Ну, остался ещё один... Стражник... Всего лишь. Тебя ищет твой босс. Ну, что ему ещё нужно? Понятия не имею. А где он? Он ждёт тебя неподалёку отсюда. Хорошо. Глупые орки. Одному мы наплели, что, типа, рептилию не можем убить. Большущую... Второму наплели, что там несколько больших рептилий. Он вызвался показать нам, как нужно охотиться. Плюс этого квеста в том, что... Орки погибают от руки... О, Дэрил восполнил всю жизнь. Похоже, он победит. Орки погибают от рук повстанцев. Мы вообще даже не можем зафокусить орков с оружием. Потому что они дружественные в этом городе. А также повстанец в случае смерти погибнет не от моей руки. Впрочем, можно и добить при желании. Так что убийство этих орков абсолютно никак не влияет на нашу репутацию в городе. Не мы же их убиваем. Мы просто выманиваем. Ура. Любопытно смотреть, как они бьются. Кстати, человек снова побеждает. Ура. 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 Мне это нравится. В лагере рабов буль... Отлично. Так держать, приятель. Во, из-за чего это делал. Тысяча золота, пятьсот опыта. Кто у вас? Он даст тебе понять. Да здравствует Окара. Вот наш пароль. В самом деле. Не говори ничего. Это была не моя... Понимаю. Расскажи мне побольше о Бакаре. Окара, это наша... Она находится на... Ты обязательно должен там побывать. Нам очень нужны... Но осталось помочь здесь только одному... Повстанческому... Такому вот... Как бы его назвать... По лагерям не назовешь. В общем, одной группе певстанцев осталось помочь. Это убить коров, самое сложное. Стой. Стой. Ты... Да. Только веди себя ж мирно. Ребята там тренируются. Понимаю. Ребята суровые. На тренировке. Поговорим позже, Мора. Мора. Обсуждают тут нас. Эй ты, ты куда? Я хочу здесь немножко оглядеться. Оглядываться будешь в квартале ровов, парень. Либо ты здесь учишься владеть оружием. Здесь занимаются делом. Понял? Да хоть ты мне на нервы не действуй. Ты разговариваешь с военачальником орков. Ты что, считаешь себя важной птицей? Готов биться об заклад, что у тебя... Ну ладно, что я могу для тебя... Один из своих людей отлынь. Сильный воин. Но он решил... Но пока нам до с... Я приведу орка на работу во... Ха-ха. Любопытно. Он спрятал. Рано или поздно, ну а не смирялся. Именно так. Сломано. Сломано. Как? Не стоит так же сильно воровать. Вы избежали проблем ненужных. Я ничего не продаю, Мора. Какой у него голос смешной. Я работаю на начальника наемников Марика. Ах, если бы это зависело от меня, я бы отправил все наемничьи от Владия в рудники годные. Говори, что тебе нужно. Не трать себе мое время. Хотя я сейчас начинаю вспоминать, что наиболее смешной орк в Фаринге, если я все правильно помню. Очень смешной. У тебя тут настоящий оружейный склад. У меня только отменные товары. Ничего здесь не перепутай. Иначе я отрублю тебе пальцы. Тебе нужно еще что-нибудь? Забудь. Я отдам им. Думаю. 20 связок оружия. Немало. Где можно найти оружие? По станции сражаются таким станом. Не найдешь стан. Покажи. Полуторный меч рапира. Все так же ловкость требует. Только раньше было наоборот. В Готике до ночмора на 60 ловкостей. А нет, это была шпага мастера. Но рапира примерно так же, только наоборот немного урон был и требуемая ловкость. 20 связок оружия. Немало. Так, 12. 8 еще. Ну ладно. Пойдем вернем на работу фолика. Вот он. Спит. Что убирайся из моей башни? Ты взял башню в аренду? Можешь высказываться перед дураком. Я с тебя жку... Мы здесь одни пока... Ну ладно. Никто не может победить меня. Можа. Подпишись. Подпишись. Субтитры создавал DimaTorzok. Подносливость. Вот так. Ну, разлёгся. О, мои гости. Ну, хорошо, ты меня... Тебя уже ищут, ты должен... И что есть? Спускайся сейчас же во двор, или я сам тебя спущу. Я пошёл. Но больше ко мне не приставай, понял? Первые очки репутации. За орков. И здесь впервые можно встретить, если никуда больше не ходить, раньше монтеры. Вот такие вот жернова. Огромные. Для меня это слишком тяжело. Я точно не знаю, сколько силы там нужно, по-моему, около 200 или даже 180 или 200 силы, не скажу точно. И тогда герой сможет поднять тот жернов и получить бонус к силе. По-моему, единицы силы даётся. Просто элитные орки кругом. Ещё один вонючий моро. Кто, чёрт, по-моему, твой вид, раздражает меня. В чём твоя проблема? Твой трусливый народ. Повстанцы короля. Попрят. Открыто в обои. Несмертное количество мужчин. Вы сражаетесь на арене. Я могу лишь глубоко презирать это. Как дела с раскопками? Наши всеобъемлющие поиски священных артефактов для тебя было бы лучше на прав... Если бы не наёмники, этот город бы рухнул. Не будь таким заносчивым. Вы должны быть обязаны на... Кажется, некоторый опыт с повстанцами ты уже... Разумеется. Они... Бесчисленное количество раз. До меня дошли слухи, что они... Я бы с удовольствием разорил это гнездо. Я мог бы ликвидировать лагерь повстанцев Акару. Ничего другого я от такого, как ты. Если найдёшь Акару и сравняешь её... Что ты знаешь о Ксардосе? Более важный вопрос. Почему носитель власти Белиара так интересует тебя? Я знаком с ним. Это утверждают многие. Но лишь единицы видели его на самом деле. Просто скажи мне, где найти... Если ты так хорошо с ним знаком, то ты в сокровенном месте, вдали от всего мирского, он воздвиг себе башню. И твоя нога никогда не ступит туда, Мора. Что ты знаешь о священных артефактах? Ты задаёшь слишком много вопросов. Обещаю... Даже если бы я был знаком с силой реликвии древнего народа. Что делать с маленькими форпостами повстанцев в год? Уничтожь их, если хочешь. Но если повстанцы и зачем досажда... И так, его ничего не интересует, кроме Акары. Нанести поражение Акаре. То же самое, что и в Капдуне. Мы взяли задание уничтожить Реддог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Бледнолицый друг. Я клянусь тебе, что держал один из них в своих руках. Но теперь он далеко. Что ты знаешь о священных артефактах? Ты спрашиваешь, что я знаю, кроме того, что на открытом рынке им просто цены нет. Одного этого... Как священный артефакт попал в твои руки? Позволь мне сформулировать это так, мой бледнолицый... Пока другие в поте лица искали гиб. Или если говорить простым языком, я бы... У кого священный артефакт сейчас? Ты меня совсем не слушаешь? На меня напали повстанцы. Если кто их знает, то только эти чертовы подданные короля... Покажи мне... Да, они и вправду... Утащили кольцо. Вообще нужно закупиться уже. Подумать. Вот, зелье маны целых пять тысяч стоит. Из утренней росы. Это вот грибочки. Их полно-полно. Из магического корня. Тоже немало их растет повсюду. Две тысячи стоят. Затем тысячу из огненной крапивы. И из растений маны. Самый дешевый рецепт. Так как растения маны встречаются реже, чем все остальные ингредиенты. Так, ну купим вот это. И скажем, из магического корня. Две тысячи. Вот сами корешки. Очень дешевые. Растения. 250. Так, четыре. Это тысяча. Ух, дорого, конечно, но нужно. Зелье вообще не хватает. Полезную информацию узнали. Почему поражение Карри? Относится к Карри, а не к Мандерре. А, неважно. Попробуем уничтожить, уничтожить такие этих коров. С одного выстрела их не взять, мы это уже выяснили в одной из прошлых серий. Одна есть. Одна есть. Так, сколько их еще? Так, вот раз корова. Еще две коровы, еще три коровы. То есть четыре. Пять. Пять коров, то есть в сумме семь. Немало. Надо еще как-то это все провернуть, чтобы нас не засекли. Так, отсюда засекут. Можно попробовать стрельнуть. Ага, хорошо, мы спугнули ее. В принципе, сейчас-то нам только на руку. Все еще жива. Ничего себе. А, попал. Казалось бы, такое задание как-то немного странное, но оно и вправду сложное. Так, отсюда меня, интересно, засекут, если я из-за дерева стрельну. Ага. есть контакт готова как четко мана израсходовалась а с тоже это сделал можно подумать у меня без этого непонятно так ну ладно еще одна корова осталась вот только где было три коровы в той части фермы одна судя по всему испугалась и куда-то убежала и скорее всего куда-то сюда и 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 не переловишь этих животных вот где сейчас я искать ясно ладно отойду подальше не мешай мне да корова вернулась на место очень кстати стой спокойно буренка или как зовут немецких коров чёрт случайно ранил точно мы же теперь они же теперь мне как друзья из-за высокого репутации города он по моему даже хотел помочь добить корову ну ладно с коровами покончен очень хорошо теперь надо только даже ну тогда желаю при и разве ты не вот тебе несколько золотых кто ваш он смешал у нас есть пароль да здравствует окара если ты ему это скажешь он будет тебе доверять да здравствует окара кому пришла в голову такая чушь это была моя идея круто правда окара это наши что лучше подходит для пароля отличный пароль тогда уж бегали бы прямо по городу и кричали эй я повстанец давайте мне это как-то и в голову не приходило тупица пицца ну все теперь мы знаем абсолютно глупейший пароль и в следующей части встретимся со шпионом подстанцем